Эти ребята уже стали самыми сильными, быстрыми и ловкими в своих районах. Теперь наступил черед показать себя на городском этапе соревнований. Сборные команды состязались в прыжках через какалку, комбинированной эстафете и дартси. Игры среди подростков 12-15 лет «Спорт против наркотиков» проводятся в Краснодарском крае ежегодно с 2007 года. Участвуют в них дети, состоящие на внутрешкольном учете или в комиссиях по делам несовершеннолетних. Дети, которые, как мы считаем, случайно оступились, наверное, встали не на тот путь. И через спорт мы, конечно же, постараемся их вернуть к обычной, к нормальной жизни. Уверен, что все дети, которые здесь сегодня были, вернутся к нормальной жизни, продолжат обучаться в школе, поправят свое отношение в жизненном пути и будут полноценными членами нашего сочинского общества. По итогам соревнований каждую команду наградили кубком и почетной грамотой, а участники получили памятные подарки. В этом году в младшей возрастной группе лучшими стали ребята из Лазаревского района. Среди старших участников лучшими оказались представители Адлерского района Сочи. Подружились с командой, мы учимся в одной школе, очень хорошо с другом общаемся, считаем себя очень хорошей командой. Наркотики – это очень плохо. Лучше заниматься спортом, чем заниматься наркотиками. У тебя, твои друзья-одноклассники, они больше спортом занимаются? Да, больше спортом. Я с такими не общаюсь. Теперь команды-победители городского этапа отправятся на краевые соревнования «Спорт против наркотиков». Они состоятся 7 ноября в «Горячем ключе». Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.